С нами УГМК не работает. Ни с одним риэлтором города УГМК в рамках покупки новостройки не работает. Знайте это. Планировки в жилом квартале Макаровский. Сейчас я пройдусь ураганом по всем планировкам, которые находятся в секции 1.5. Локация. Ну, набережные, сеть. У меня, правда, видишь, восприятие такое, что это как жить на море, знаешь. Ездить на море круто, а вот жить рядом с набережной все время, и все время ее видеть, приедается, наверное, немножко. Ну, то есть я бы не делал на эту какую-то ставку. Это больше вау-эффект. Ну, мое ощущение. Мы сейчас пойдем и оценим качество отделки, которые выдает застройщик. И оценивать мы будем не абы где, а в доме элит-класса. Я под впечатлением. Я думаю, что там уровень. Высококачественная штукатурка, вся вот эта вот история. Посмотрим. Топчик. Все, погнали. Погнали. Сейчас хочу поговорить о качестве внутренней отделки в Макаровском. Смотри, здесь есть бизнес-класс, а есть элит-класс. Так. Ты строитель. Так. Ты в технологиях разбираешься. Так. Давай сначала расскажи нам, из чего построен бизнес-класс, а затем ты нам расскажешь, из чего построен элит. И в чем разница? Вот из чего, если я скажу, это кирпич. Да. Но есть небольшая разница. Давай. То есть в элит-классе, это там весь этаж дома, все стены возводятся, в том числе наружные, вишки, а не толстенные. Мы покажем потом, да. Классический кирпич. И это тот самый кирпич, который все воспринимают как тепло, экологичность, там шумоизоляция потрясающая. Вот то, что люди, которые там, типа там Чусовского озера, Нобелинского разбирают, потому что кирпич. Вот это вот тот самый кирпич. Элит. Но кирпич это всегда хорошо, я правильно понимаю? Кирпич в таком исполнении это потрясающе. Когда это толстенные стены и все. То есть соответствует элиту, так? Да. Отлично. И этажность, и там вакуум. Теперь бизнес-класс, да? То есть там получается... Бизнес-класс, стандартная история, кирпич монолит. То есть монолит, монолитный каркас, монолитные некоторые там стенки несущие и заполнение кирпичом. Но кирпичом уже не пятиметровым. Ну, то есть там фасад уже, облицовка идет и так далее. И это немножко другая разница. Но в отличие от ботанического сада, который мы с тобой обсуждали, там нет проблемы, о которой мы про паракан говорили. То есть там нет... Там полнотелый кирпич. Да. Ничего не закреплено. Ну, есть такая вероятность, что это будут возникать вопросы. Здесь кирпич полнотелый. Кирпич полнотелый кирпич. Мы можем закрепиться. Ну, прям типа, да, кирпича классная. Про технологию строительства понятно. Ну, примерно. Ну, это просто ключевая разница. И надо понимать, что, я уже об этом тебе сказал, элитный дом, он почти не выходил в продажу. Он разошелся между своими. Там ряд квартир сейчас продается. Потому что вот этот продукт в рынке Екатеринбурга будет котироваться всегда и за любые деньги. Я искренне считаю, что у ГМК не досчитался н-ных миллионов рублей, потому что там продавал их на начальном этапе за 120 тысяч метров квадратный. Ну, вот у них такая позиция. Свой отдел продаж, свое видение, окей. Но место козырное, вид из окна потрясающий. Таких в городе, ну, вряд ли найдешь. Ключевой это вид. Есть различия в оконных конструкциях. Я уверен, они здесь более высокого качества, более... Здесь Шуко. Вот. Ключевое. Там Рихау. Разница... Ощутите разницу? Ну, да. Ну, слушай, ну, Шуко... Шуко, Шуко, Рознь. Ну, мне кажется, опять же. Шуко, безусловно. Здесь очень хорошее Шуко. Здесь очень хорошее Шуко. Ключевое. Потому что и Рихау может быть разным. То есть Шуко у нас, например, на Айтауэре стоит. Но ты думаешь, одинаковые Шуко здесь и Шуко Айтауэр? Я, честно, как-то сомневаюсь. Только, хотя, если да, то Айтауэру респекту Ложуха. Я сомневаюсь. Сомневаюсь, да. Я тебя сюда что позвал-то? В эту квартиру. Мы на самом деле-то с тобой, ты понял же, где находимся? В элитном доме. В элитном доме. В элитном доме. Что такое элит, по-твоему? Это высококачественная штукатурка. Там миллиметр должен отличаться. Двухметровую рейку берешь вот так вот, и миллиметр у тебя отклонения по стене. Вот так должно быть. То есть, ты в этом уверен. А как ты думаешь, как здесь? Мое мнение, к сожалению, что когда строили весь комплекс, не было какой-то отдельной бригады сербов или каких-то, я не знаю, югославов, которые трудились на элите и типа как бы это, с лазерными здесь нивелирами все промеряли и так далее. Это были одни и те же люди. Больше всего. Ты угадал. Да. Ты угадал. Были одни и те же люди, причем этих людей я, конечно же, в лицо не видел. Так, издалека только. Но ты знаешь последствия их работы. Я знаю последствия их работ, потому что мы здесь делаем отделку конкретно этой квартиры. И с чем мы столкнулись, я тебе просто рассказываю, а ты мне отвечай, нормально это или ненормально. Значит, когда мы здесь начали промерять стены, ровно стен проверять, я тебе скажу, что они как турецкий итаган кривые. То есть, трапециевидные комнаты, да? Трапециевидные комнаты, заваленные стены, ни одного ровного откоса нет. Уголки малярные, кто не знает, что такое малярный уголок, это уголок металлический, который защищает угол стены. Чтобы не обдолбить его. Да. Значит, он штукатурку вмазан на полсантиметра внутрь туда. Либо его нет вообще. Функцию не выполняют. Поверх уголка уже штукатурка, и, собственно, это уже можно обдолбить. Я понимаю, о чем ты. Следующий важный момент, с которым мы столкнулись, это отваливающаяся штукатурка. Она просто падает. Мы нанесли новый слой, и тяжесть этого нового слоя не выдержала та старая штукатурка застройщика. Она просто не отвалилась. Слушай, ну я в других классах тоже видел сюжеты, когда даже потильком вот так ковыряешь штукатурку. Потильком, и она вся аккуратненько отпадывает. Так вот вопрос к тебе как специалисту. Ты дипломированный строитель. Это гич. Ну, куда-то все. Нет, ну смотри. Я считаю, первое, ну как бы принимая вот такие квартиры, у нас сейчас есть, наверное, небезызвестный тебе там Никита, который типа лютует в сфере приемки квартир. Да, я не знаю, можно поставить здесь вот аккаунт, чтобы люди обращались к нему, бесплатная реклама Никите. Вот Никита лютует, и как бы я считаю, что принимает такие квартиры, нужно прям лютовать. Вот лютовать, заплатив там 150 плюс тысяч метров водат, надо реально брать двухметровые рейки, лазерные, эти нивелиры и заставлять все исправлять. Если ты готов ждать. Опять же, вот готовы у тебя люди ждать. То есть ты можешь кучу, Никита там выпишет тебе вот такую портянку, размотает, вот до того угла будут замечания. Те застройщик говорит, там требования типа в разумные сроки. Ну что есть в разумные сроки? Ну даже два месяца готовы у тебя люди ждать, он вкладывает свой ремонт. Или они скажут, посчитай на доп. слои. Никита тут посчитает, скажет, ну еще там, не знаю, давай в такой объем возьмем 30 тысяч рублей там нужно, чтобы выравнивать. Ну даже не 30, 130. Ну не уверен, что люди будут считать. Ладно, давай тогда подытожим. Значит, отделка, качество отделки полное говно? Я, подожди, давай так скажем, просто надо понимать, почему так происходит. У нас нет никаких требований, что например, типа вот в доме сейчас здесь сколько там, 90 квартир условно, да? Да. И там на каждые 30 должен быть отдельный технадзор. Ну потому что физически, я был технадзором на перемене на ЖК, где там вот так вот, сколько, 300 квартир, да, в доме. Ну физически, ну сколько я один ножками, даже круглые 24 на 7 бегая, сколько я квартир реально отсмотрю. Даже не приложив к ним какую-нибудь там двухметровую рейку, сколько. Нет, давай мы сейчас проблемы там застройщика, строителя обсуждать не будем. Ну ладно, окей, да. Мы обсуждаем то, что если конечный потребитель, то это паршивенька, это дичь. Это не соответствует элиту. Конечно. Ну то есть мы можем констатировать следующее, покупая квартиру или купив квартиру в жилом комплексе Макаровске, неважно элит или бизнес, но в бизнесе вряд ли лучше. Не знаю, блин, вопрос, вопрос на этом, причину надо понять. Может быть и лучше. А какая разница? Большая. Это можно переделывать. Ну, да. Ну то есть с этим жить как бы не... Общая рекомендация людей, которые платят такие деньги за квартиру, давайте делайте нормальную приемку. Надо делать нормальную приемку. Нужно понимать, что придется ждать. Да, ждать и причем я думаю, что там месяца три могут затягивать вполне обоснованно там через претензии. То есть надо понимать, что там у ГМК это застройщик, у них есть там Астра, это подрядчик, пару дикторов письмами отменялись, ну и вся вот эта вот галимония. Исправлять не хочет? Ну, надо чтобы дойти до крайнего, надо там пару-тройку подпишись. Это дома элит, бизнес-класса. И вот такая реакция, надо подождать три месяца, а то и больше. Я вам хочу сказать следующее, когда мы здесь столкнулись с этой проблемой, когда у нас начали отваливаться стены, мы, естественно, написали претензию застройщику и застройщик нам сказал, я не я, это все вы, вы виноваты, это виновата ваша штукатурка. Месяц мы педалились, месяц. Потом отдел, не знаю, правильно как он называется, который отвечает за ремонт, пришел, посмотрел и сказал, да, действительно, это отваливается, надо исправлять. И ушел. Мы будем делать оценку. Прошел еще месяц, это уже два. К концу второго месяца нам сказали, да, это наш косяк, мы исправим. И ради этого мы встретили здесь на квартире несколько человек. Комиссия. Но как только мы сюда зашли, строитель нам заявил, это не мы, мы ничего исправлять не будем, мы вам ничего не должны, это вы накосячили. И ушел. Заказчик был вынужден качать права с отделом продаж, еще с кем-то, не знаю, с кем. Это скидку? Да, 25 тысяч рублей ему дали. А здесь исправление было? 25 тысяч всего на все. Рублей, да, ему дали. Четырешка, трешка? Да, здесь, ну, 200 метров квадратных. 25 тысяч, да? А-а. Ему компенсировали. Он сказал, идите вы уже нахер, я буду уже сам делать. Так вот. Слушай, это вопрос ответственного потребителя. То есть, если каждый, кто будет говорить, идите нахер при таком отношении, то дальше будут так и делать. Все. Я просто рассказываю, как есть. Ну, а теперь я тебе расскажу, как в Академии. Академия, это район эконом-класса. Там сразу приходит. Отделка там, ну, сразу говно. Ну, сразу. Ну, такая, ну, чистовая. Не чистовая. Там нечего. Но, по первому твоему требованию, выезжает бригада и бесплатно исправляет все косяки за свой счет. Надо переклеить обои, они переклеивают. Надо шпатлевать, они перешпатлевывают. Надо утеплить откосы, они утепляют. Бесплатно, Паша. Давай разберемся, сколько? Бесплатно. А здесь дом элит классный. Сколько у ГМК-застройщик существует, как застройщик, вышедший на открытый рынок. Не который для себя строит, а который, как бы, типа, с людьми работает, с потребителем. Академ там уже ахулярды тысяч метров квадратных жилья сдал и обкатал эту систему. Ребята вышли сейчас с тремя проектами. Изумрудный, Макаровский на город. То есть, я думаю, я надеюсь, я искренне желаю, чтобы это тоже обкатывалось. Но сейчас вы приходите... Я не оправдываю, я объясняю первопричину. В академии уже шишек своих понабивали. А вот мне, как клиенту, вообще мне... Первое, что я рекомендую, я не знаю, как вы принимали квартиру, но ты подписал акт с замечаниями или ты не подписал акт? Я ничего не подписал. Ну, собственник. Одно дело подписать акт с замечаниями, и тогда эти замечания действительно мурыжатся. А видишь ли, в чем дело? Я сейчас тебе тонкость все поясню. Дело в том, что тебе ключи не дают, и ты не можешь выйти на ремонт, пока ты не подписал акт. Ну, а ты не можешь делать ремонт, потому что тоже... А люди хотят делать ремонт. Вот, ключевое. То есть надо готовиться, если ты хочешь прям принять так, чтобы прям выжать из застройщика качество, которое соответствует... Я ничего не хочу выжимать, я хочу, чтобы было по справедливости. Вот давай совет свой, эксперта, скажи, как нужно действовать человеку, который купил уже здесь квартиру, и ему предстоит делать ремонт, возможно, ему кто-то там дизайн делает. Давай пару советов, чтобы не наткнуться на такую историю. А может, ему пофиг, конечно же, тот, кто сам говорит. Ключевое, я считаю... В принципе, пришел, все сломал и переделал. Вот, да. У меня люди знакомые тоже так здесь ремонтируют. Я прям видел, как с кувалдой лично ходят и рушат стены, прикалываются. Вот, в принципе. 25 тысяч твои ему, честное слово, зайти в магазин один раз, затариться и итоговый... Понятно, что в несколько раз мы больше потратили на переделку. Я имею в виду, что не будут взрулиться за эти деньги и ждать еще сколько-то времени. Мне кажется, немножко обидно, когда ты заплатил столько денег, а тут не совсем то, что ты ожидал. Обидно. А, кстати, это приводит к конфликту между строителями, потому что строители посчитали одну смету. Отделочники, я имею в виду. Да, безусловно. А потом говорят клиенту, слушай, тебе нужно доплатить еще 150 тысяч, потому что, вот смотри, отваливается. А клиент, знаешь, что иногда отвечает в таких случаях? Извините, парни, мы с вами договорились на итоговую цель. То есть, надо не договариваться, надо не договариваться только на цель. На строителей, которых ты планируешь заводить, приводить с собой на приемку. Ничего не запрещает приводить этих строителей на приемку. Так этот косяк вылез только потом, этого никто не мог предположить. Понимаешь, в чем дело? Никто не мог предположить. Что ты сказал, стены были вот никакие. А то, что бухтит, а то, что бухтит, это... А-а-а-а-а-а-а-а. Вспомнил фишку еще одну, благодаря которой они отказываются мы же промерили и показали им смотри 2 миллиметра на 2 метра должно быть да я думаю больше ну два миллиметра будет значит наш приемщик который принимал эту квартиру он говорит для того чтобы предъявить какие-то замечания там все и все такое прочее на снег надо смотреть не нас нет надо посмотреть в договор что в договоре написано в договоре написано какого уровня и качества выполняется штукатурный а вот высококачественно здесь вылетит в хрен пред да она там написано какого-то там третье последнего уровня ты понимаешь читайте слушай ну ну хорошо 2 миллиметра высоко качественно от вот сенью 1 4 миллиметра отличается от имени гриш трапециевидный трапециевидно это уже и не 2 и и не миллиметра понимаешь но здесь ли реальности на отклоняем общем оказалось что по договору как бы придраться как бы я те много чего встречал в разном классе еще раз проблема она фундаментальная в том что нет каких-то жестких норм по присутствию технадзора на количество квартир реально обозримого здесь в комплексе всех домов 900 квартир технадзор заказчика 1 наверное может быть технадзора генподрядчика 2 и важно мы сейчас не про это дорогие друзья если вы собираетесь делать ремонт то первое если вам это важно приведите приемщика квартиры если нужно желательно того который потом будет делать ремонт чтобы он сразу эти доп слои отмечал и когда ты ему сказал а чё ж ты мне об этом не сказал он не мог сказать типа я не знал профессиональные приемщики квартиры есть и кстати у них же есть свои бригады которые потом выходят и пусть так в общем если вы хотите что-то за счет застройщика исправить приготовьте ждать готовьте ждать готовьте ждать готовьте ждать готовьте ждать и ставьте договор заранее и что вы там вообще можете ставить если вы купили квартиру в доме элит-класса то понятно что уровень дохода у вас на виду соответствующий поэтому можете не париться все сломать нахрен и делать заново 90 процентов так и делают именно поэтому там в следующих очередях может повторяться и пристроить мы договорились вопрос по звукоизоляции где хуже в доме бизнес-класса или в элитке поселит уже кирпич и перекрытие монолитное это значит звук по структурам не распространяется но там тоже самое все зависит от того чего там проложили в стыковке разнородных материалов и проложили ли но но звукоизоляция наружная но за счет таких стен она здесь получше будет да и окна здесь мы как выяснили лучше то есть в этом вопрос нет но тем не менее вот смотри мы шумоизоляцию дело и вот она это вы делаем это мы делаем у застройщика такого нет и короче продали тебе сколько 20 квадратов зал и сделал здесь 0 сколько еще 5 метров добавил и вот ты сколько доме 120 тысяч метров работу то надо вот делать мы здесь в круг прямо и делали вот где вот здесь вот полностью отвалилась штукатурка а вот до нуля да и мне заново здесь переступали тут тоже у тебя слой вон видим такой замечательный пришлось выводить я ну по по слою понятно что здесь прям не два миллиметра не 4 ну вот есть вот здесь видишь тоненькая то есть есть до места где где с руками подходили да блин но это но это сложно контролировать его просто не прогрунтовали рост и покажешь виды то людям ну вот я же кайфовал просто вот стены вот прикинь но вот тут нужен это мы выходят уже ребята работают вот вот знаешь да эти беру можно все простить вот как бы я честно считаю что беговая дорожка короче будем честны вот эти все места все заново вот это все заново перештукатуривали потому что вот это здесь я вот искренне считаю что люди покупают квартиру за 20 миллионов еще 20 готова в нее в бухать ремонт и вот эти твои доп слои и прочая история нибудь в смете нам да нет почему правильно заморачиваешься просто я думаю что люди посмотрев тебя скажут ну да косяк и и как бы типа ну это как ты 100 рублей из кармана потерял понимаешь ну типа обидно но чуть ну 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 бывает вот вопрос в рамках международного форума и выставки 100 плюс форум россии презентовали исследование топ жилых комплексов свердловской области которые провели эксперты портала единый ресурс застройщиков совместно с комиссией rspp по строительству и жилищной политики а также национальное объединение застройщиков в ходе исследования были проанализированы этажность и потребительские свойства 136 строящихся объектов в свердловской области руководитель проектов юрий горбузов рассказал dk.ru как проводилось исследование я не буду сейчас читать как это делалось оставлю ссылку в описании вы сами сможете ознакомиться скажу лишь только о том что было много параметров за которые либо давали балл либо не давали балл ну например спускается ли лифт в подземку там где ваши машины стоят или есть детский сад или его нет среди множества этих параметров где-то затесалось качество строительно-отделочных работ ну по крайней мере я могу судить по этой цитате свердловская область нас приятно удивило высокой конкуренции среди застройщиков там где есть конкуренция качество строительства выше качество строительства выше теперь я возвращаюсь в рейтинг смотрю строчку номер один жилой комплекс макаровский квартал с чем я их и поздравляю и тут мне приходит мысль блин если в доме который рейтинге на позиции номер один такое качество отделочных работ то чего же ожидать от других застройщиков и других домов мама родная я пошел у меня была статья можете ввести в углу она все еще есть не макаровским единым называется и я к стыду своему надо это знаешь как бы немножко пеплом голову посыпать я сравнивал макаровский с до винчи я бы снижал немножко этажность как показывает практика александровского сада твоего упомянутого там плюс-минус ценник тот же на мой вкус мне оформление двора не нравится какой-то советчины отдает она безусловно не брусничная в хорошем понимание не голландская архитектура не сильно ландшафтный дизайн но наполнение функциональное наполнение